Кельвин Киптум. 23-летний кенийский бегун, поставивший мировой рекорд на марафоне в этом году, побив лучшее время короля марафона Элиуда Кипчоги. Первый бегун, выбежавший из 2 часов и 1 минуты на официальном марафонском забеге. Ему сейчас только 23 года, и его рекорд был поставлен на третьем марафоне в его жизни. Кто же он такой и откуда взялся? Попробуем разобраться. Если вы давно хотели подготовиться к марафону или полумарафону, то в этом видео будет очень крутое предложение для всех наших подписчиков. Смотрите до конца. Думаю, никого не удивит тот факт, что родился и вырос Киптум в Кении, в небольшой деревне на высоте 2600 метров над уровнем моря. Этот регион подарил миру легкой атлетики множество великих бегунов, а также является популярным местом для спортивных сборов марафонцев со всего мира. Неудивительно и то, что отец и брат Киптума активно занимались бегом. Он и сам с ранних лет, когда занимался выпасом скота, бегал босиком за тренировавшимися неподалеку атлетами, а с 13 лет уже начал всерьез заниматься бегом. Но тут начинается интересный момент. Про жизнь и тренировки Кельвина Киптума мало что известно до его дебюта на марафоне в Валенсии в 2022 году, а финишировал он там с самым быстрым временем для дебюта на марафонской дистанции. И тогда заявил, что он тренируется сам без тренера и бегает один. Спустя почти год после Валенсии Киптум признался, что его тренирует руанский легкоатлет Джарви Хакизимана. Как оказалось, они знакомы еще с 2009 года, с тех пор, когда Киптум был ребенком. Именно за ним и его товарищами Киптум бегал когда-то босоногим. В 2015 году Киптум поинтересовался о некоторых моментах касаемо тренировок и травм у знакомого спортсмена. В это время Хакизимана как раз собирался завершить спортивную карьеру. И с тех пор Хакизимана стал тренировать его удаленно, так как тогда он жил во Франции. До дебюта в марафоне Киптум соревновался на полумарафонской дистанции. Его результаты были в районе 60 минут, с которыми он финишировал на 5-6 позициях. Но как говорит его тренер, когда у Киптума было два полумарафона с разницей в неделю, то на одном он пробежал за 60 минут, а на втором уже за 59. Это дало Хакизимана понимание, что Киптуму нужно попробовать себя на полной дистанции марафона. Кельвин сначала не был уверен, что готов, но тренер убедил его участвовать в марафоне в Валенсии. По словам тренера, Киптум физически был готов пробежать полную дистанцию еще в 2020 году, но не был уверен в себе. Во время пандемии Хакизимана оказался в Кении без возможности выехать, и он начал тренировать Киптума лично. В Валенсии Киптум произвел настоящий фурор. Кроме победы и лучшего дебюта в истории, он также стал третьим и самым молодым спортсменом, кто смог пробежать дистанцию быстрее двух часов и двух минут. А кроме этого, он пробежал с таким отрицательным сплитом, что поставил рекорд по скорости прохождения второй половины марафона 60 минут и 15 секунд. И попутно побил рекорд трассы больше, чем на минуту. Свой второй марафон Киптум пробежал в Лондоне в 2023 году. Он финишировал с результатом 2 часа 1 минута 25 секунд, что сделало его вторым самым быстрым марафонцем на планете после Кипчоги. На этой гонке он побил собственный рекорд по самой быстрой второй половине забега, пробежав ее за 59 минут и 45 секунд. Занявший второе место Джеффри Камбворер, который, кстати, из той же деревни, что Киптум, финишировал только через 3 минуты после Кельвина. А прошлый рекорд трассы, установленный Кипчоги, был побит более чем на минуту. В том же 2023 году на марафоне в Чикаго Киптум уже был нацелен на мировой рекорд. Хотя его тренер говорит, что Кельвин хотел побить рекорд еще на своем дебюте в Валенсии. Киптум снова финишировал с отрицательным сплитом, опередив ближайшего соперника на 3,5 минуты. Мировой рекорд был повержен с запасом в 34 секунды. Средний темп Киптума на дистанции 2 минуты 51 секунда на километр. У Simple Run есть курсы подготовки к длинным дистанциям. Мы очень эффективно подготовили уже сотни людей к преодолению полумарафона и марафона, а также к личным рекордам на дистанции. Сейчас у нас есть для вас невероятное предложение на курсы подготовка к марафону, подготовка к полумарафону и мой быстрый марафон, а также на программу бег развития, если вы пока не готовы к участию в официальном забеге. В описании к этому видео ссылки и промокод на лучшее предложение по нашим курсам. Только 3 дня, 10, 11 и 12 ноября. Если вы пропустили распродажу, то не переживайте, для вас там будет другое, тоже хорошее предложение. Но мы советуем поторопиться. В наших курсах мы даем не только план тренировок, но дополнительные упражнения для укрепления тела и развития силы. А кроме этого, советы по питанию, восстановлению и другую полезную информацию. Курс можно проходить как через личный кабинет на сайте, так и через наше приложение, в котором можно записывать свои тренировки с помощью трекера и подключенных часов Apple Watch, Garmin, Polar, Sunta и Vahoo. А также вы сможете общаться с другими бегунами в нашем сообществе. Присоединяйтесь, мы не обещаем вам результат Кельвина Киптума, но с нами вы точно подойдете к старту на пике своей формы, без чрезмерной нагрузки и травм. А вот для справки лучшие результаты Киптума. 10 тысяч метров на треке, 28 минут и 27 секунд. 10 километров по шоссе, 28 минут и 17 секунд. Полумарафон, 58 минут 42 секунды. Ну и марафон, 2 часа 35 секунд. После Чикаго у многих появился вопрос, как он это сделал. Тренер Киптума поделился некоторыми деталями его подготовки к мировому рекорду. Он говорит, что недельный объем бега Киптума примерно 250-280 километров, а иногда даже больше 300. Для сравнения, недельный объем Кипчоги от 180 до 220 километров. План тренировок Киптума такой. Понедельник. Утром 25-28 километров медленного бега, что для Киптума означает темп в районе 3,5-4 минут на километр. Во второй половине дня еще 12 километров медленного бега. Вторник. Первая тренировка интенсивная на треке или фортлек, вторая 12 километров медленного бега. Среда. То же самое, что в понедельник. Четверг. Одна сложная тренировка 30-40 километров в темпе, близком к соревновательному на марафоне. Пятница. То же, что в понедельник и в среду. Суббота. Так же, как и во вторник. Трек или фортлек. И медленный бег 12 километров, ближе к вечеру. Воскресенье. Еще одна сложная тренировка, так же, как и в четверг. На неделе у Кельвина нет специально запланированного отдыха. Он отдыхает тогда, когда они с тренером понимают, что он устал. Хаказимана говорит, что Киптум только ест, спит и тренируется. Больше у него ни на что не остается времени. Свои сложные тренировки он проводит один, а на медленный бег к нему подключаются другие спортсмены из его региона. Все, включая его тренера, говорят, что Киптум не сможет так протянуть долго. С такими объемами рано или поздно его ждет травма, которая положит конец его карьере. Но сам Кельвин не хочет останавливаться и говорит только о рекордах и победах. Как несложно догадаться, он хочет быть первым в истории, то выбежит официальный марафон из двух часов. Хаказимана уверен, что с таким рвением путь Киптума в легкой атлетике продлится еще не более пяти лет. Многие не могут поверить в такие результаты в самом начале карьеры марафонца и в таком возрасте. Есть версии о допинге, который позволяет выдерживать такие нагрузки. Подозрительно и то, что долгое время Киптум заявлял, что он сам себя тренирует и не работает ни с каким тренером. Позже он сказал, что просто не хотел позорить имя тренера, пока не добьется больших успехов. Хотя, после триумфального дебюта на марафоне в Валенсии, он все еще не раскрыл, что его тренирует Хаказимана. Вряд ли тренер бы стыдился такого результата. До сих пор есть расхождения в словах Киптума, в которых он говорит, что до Валенсии лишь иногда спрашивал у Хаказимана совета и самого Хаказимана, который утверждает, что тренирует Кельвина с 2015 года. Вся эта путаница может быть случайной. Или Киптум просто хочет казаться круче, чем он есть на самом деле. А может, история и правда не такая простая, как кажется. В любом случае, нас ждет пара интересных лет, когда Киптум будет стараться выжить из себя максимум, чтобы надолго остаться непобедимым и войти в историю. У него уже это хорошо получается, но, к сожалению, он может также быстро уйти из марафона, как в него пришел. А точнее влетел, как ураган, и перевернул легкую атлетику с ног на голову. Остается только надеяться, что амбиции чемпиона и рекордсмена не возьмут верх над здравым смыслом. И в свои 23 года он сможет взять себя в руки и пройти этот путь до конца. И для этого ему бы очень не помешало равняться на своих старших коллег в марафоне. Что ни говори, но у Кипчоги, например, кроме скорости, есть еще и пришедшая с опытом мудрость. Что нас ждет, обязательно посмотрим. А пока готовимся к своим собственным победам на наших курсах подготовки. И бежим дальше!